вся страна с замиранием сердца следила за судьбой этого отважного талантливого сочинского парня который завоевал сердца миллионов это был один раз хотелось бы еще раз повторить ты ощутил что ты проснулся знаменитым такого напряга у меня наверное еще не было но ты такой парень оптимист а что-то радует этого оптимизма мама да ты начал серьезные песни сам выбирал а что для тебя значит любовь я конечно слушаю сердце обдумываю перед этим все опасно сегодня жить сердцем опасно вообще жить в принципе как-то очень серьезно это все имя этого человека знают мне кажется все в россии да и не только потому как ровно год назад вся страна с замиранием сердца следила за судьбой этого отважного талантливого сочинского парня который завоевал сердца миллионов в гостях программы крупным планом на сей раз данил плужников данил здравствуй спасибо за то что есть такая возможность с тобой познакомиться поближе больше вам расскажи пожалуйста на следующее утро после победы ты ощутил что ты проснулся знаменитым на следующее утро мне было трудно что-то ощутить потому что у нас шли съемки после голоса голоса закончился в час прямые эфиры потом к нам подъехали журналисты с первого канала передача время и записывал интервью где-то до четырех а с утра в 7 часов утра нужно было ехать уже в студию нам к малахову там я проснулся вообще никакой на автомате мы все поехали все дети уставшие просто вот а что касается понял лишь о том что я победил честно говоря я когда даже сейчас нахожу от той мысли что я победил голос дети вообще что я прошел так далеко и что у меня получилось это просто ну а на секундочку не просто получилось это стал первооткрывателем ты стал первым первым парнем которому удостоилась такая честь ну да я так понимаю что жизнь после этого легче не стало все стало только тяжелым конечно ну а самые приятные моменты этого слова это очень приятно я не жалуюсь мне очень нравится такая жизнь вот а как что-то изменилось начали не знаю на улице узнавать подлетать ну начали конечно на улице узнавать до говорить хорошие слова фоткаться и так далее начали звать куда-то на концерт и выступать приглашать вот и как-то все стало намного интереснее ну как правило вот как я замечаю человек когда он еще пока не достиг какой-то славы определенной там знаменитости да он живет в определенном своем мире далее появляются объявляются друзья объявляются знакомые объявляются все на свете у себя этот список друзей как-то пополнился ну я вообще к друзьям отношусь более серьезно потому что вот просто так после голоса просто так появиться друг не может дружба это дружба проверяет время скажем так мы долго должны общаться с человеком чтобы я прям ему доверился чтобы открылся чтобы вот прям вот вот понял что это этот человек который когда никогда меня не придаст всегда поддержит вот что человек будет со мной до конца вот поэтому сказать что у меня друзей много это нет это не правда у меня много хороших знакомых потрясающих людей с которыми мне очень нравится общаться вот но пока время не проверил этих людей я знаю что после шоу голос я думаю что очень многие писали и в контакте и на почту писали возможно спрашивали какие-то советы это как правило так и происходит скажи были какие-то вот действительно трогательные истории в которых возможно ты советом помог кому-то на самом деле вот таких вот моментов советами было очень много но выделить могу к примеру вот девочка хотела как бы что-то не случилось и хотела в общем покончить жизнь свою ну я пообщаясь где-то недельку-две все-таки переубедил и теперь он у нее все очень хорошо у нее может даже карьерный рост некий произошел она говорит сейчас пишет мне говорит вот какой я дурочкой была тогда такие вещи глупые писала я думаю что разве что ленивый журналист не отметил эту параллель этого музыкального материала который ты выбирал да и параллель с тобой самим то есть такие песни серьезные нас бьют мы летаем я свободен да ты начал серьезные песни и посвятил ее дедушке скажи сам выбирал или все-таки помогали ну первую песню на слепых прослушиваниях которые я исполнил мы нашли с мамой на просторах интернета в начале тебя зацепила зацепила мелодия словами всем всем почувствовать словами этом да моя песня и как бы смысл там такой серьезный вторую же песню которую мы исполняли их дороге нам выбрал наставник вот ну честно сейчас вспоминаю вот настолько непередаваемые эмоции именно когда мы исполняли эту песню было просто потрясающе и хотелось бы еще раз повторить с ребятами исполнить нас бьют мы летаем эту песню нам посоветовал наш педагог посоветовал и собственно мы взяли на вооружение это уже было прямо перед финалом а я свободен мы нашли с мамой ну как нашли мы ее в принципе знали просто просто осознать то что я ее буду петь она же очень трудно было и да и есть она трудно вот мне был интересный выбор почему я много где я читала о том что ты очень любишь скорпионс я тебя ждала например скорпионс в самом конце но я помимо скорпионс очень люблю и и русские рок-группы также зарубежные да вообще рок люблю в принципе старые особенно старый старые руб руб вот а что я вложил в эту песню ой сложный вопрос я свободен от любви от вражды и от малой от предсказанной судьбы и от земных оков вот 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 весь смысл в принципе можно найти на этих словах я в принципе не вложил то что человек не должен думать зацикливаться на проблемах он должен просто жить и наслаждаться тем что делает вот я читала о том что на самом конкурсе никаких поблажек по поводу того что ты особенный по поводу того что ты парень а у нас знаете принято вообще мужчин береть беречь в стране вот каких-то поблажек не было вот скажи пожалуйста насколько это было тяжело каким был самый тяжелый момент на этом шоу голос и кто помогал тебе в эти самые моменты не оставить свою маленькую мечту ой самым тяжелым наверно момента был для меня финал прямые эфиры такого напряга у меня наверное еще не было потому что вот очень много было ситуации которые вот просто мешали тебе что-либо сделать ведь идти дальше что-то спеть там просто настолько вот как-то очень было иной раз даже неприятно вот но помогали мне при этом моя семья мама папа педагог конечно и в родственники с нами были родственники вот все помогали мы все понимаем то что у каждого из нас в жизни бывают взлеты и падения и мы прекрасно знаем что если нам сложно то что мы поднимаемся в гору правда но у каждого даже самого сильного человека наступает момент когда вот вот руки хочется опустить и все вот сложить ручки как мы называем да были такие моменты у таких моментов слава богу пока не было но ног частью я понимаю то что как бы чтобы не было у тебя в жизни нужно продолжать идти дальше поэтому зацикливаться на какой-то проблеме если ты ошибся нам кто и в том же произведении вот прям фиаска у тебя полная на сцене нельзя руки складывать и всегда нужно идти вперед и несмотря на все преграды и так далее но ты такой парень оптимист ну что это радует этого оптимизма мама мама а еще нет ну что придают оптимизму наверное наверное любовь к жизни наверное честно говоря не задумывался я просто живу как бы и наслаждаюсь тем что делаю а что для тебя значит любовь любовь о-о-о-о сложно ну что для меня любовь любовь для меня это что-то такое очень очень скровенно личное такое что без чего ты просто не можешь жить жить и наслаждаться твоя победа была именно в этот пасхальный период возможно это не знаю знаково что ли что мы встретились тоже в пасхальный период сама пасха сама по себе пасха это есть зарождение надежды а что для тебя этот праздник и празднуется ли вы в семье пасху если какие-то пасхальные традиции ваше мы празднуем в принципе все церковные праздники почти все почти все важные церковные праздники будет сказать правильнее то есть семья у тебя верующие да да конечно а ты сам как ощущаешь что бог тебе помогает сам я практически каждый день ощущаю что что вот буквально находит меня на правильную тропу и показывает вот вот что правильно что нет скажем так и выводит меня на как бы правильный путь помогает и особенно часто ощущаю это вот перед выступлениями что вот помощь придается есть а скажи когда ты принимаешь какие-то решения либо стоишь перед каким-то вот действительно сложным выбором ты руководствуешься чем тем что тебе пока подсказывает сердце или тем что подсказывает логика и здравый смысл как бы одно без другого не выходит я конечно слушаю сердце в основном ориентируясь на это и и как бы выбираю то к чему вот меня душа как ближе но конечно обдумываю перед этим все потому что поспешные выводы могут привести не к очень хорошим дальнейшим обстоятельствам а как ты думаешь вообще опасно сегодня жить сердцем опасно вообще жить в принципе поэтому я считаю что как бы как бы кто не рискует тут не пьет шампанское скажем так поэтому риск иногда очень важно будет бывает в жизни хорошо ну вот и говоришь жить опасно сегодня да а что может изменить мир ну раз уж мы с тобой заливали по взрослому вера наверно вера в любовь а любовь есть бог как говорят христиане даниил в каких-то интервью я уже не единожды читала о том что ты рассказывал раньше люди действительно не адекватно на тебя реагировали насколько тяжело или легко вот как-то ты начал к этому относиться уже после выступления на голосе хорошо конечно после выступления на голосе внимание это всеъе все равно я так понимаю пристальное внимание еще увеличилось после выступления на голосе если раньше как люди могли посмотреть обернуться то что там мальчик с маленьким ростом до сейчас в основном оборачивается за то что это мальчик с голоса и на самом деле это очень приятно что вот так вот меняется все вот как я принял это дело в принципе я ни на кого не обижаюсь вот в принципе ни на кого не обижайся обижаться не люблю то есть быстро отпускаешь на обращаешь я сейчас я вообще в принципе не обращаю на это внимание если кто-то оборачивается именно потому что это мальчик там видите ли с проблемами со здоровьем мне в принципе сейчас все равно а вот раньше это да это большие были обиды переживала переживал конечно поначалу в основном переживал вот а кто помогал выйти из этого состояния или сам ну родители ну и сам немножко думал как насколько правильно обижаться а может это вообще не нужно этого делать может вообще отпустить этих всех людей это же их проблема в принципе что они смотрят на меня и думают ничего себе какой мальчик вот на этот мальчик показал всей стране ну можно сказать на какой он боец да и что я еще хочу сказать помимо того что ты замечательно поешь помимо того что ты очень позитивно настроен вообще на жизнь ты стараешься в эту любовь которая тебя окутывает твоя семья ежедневно я заметила что ты стараешься ее еще как-то транслировать и передать тем людям которые в этом нуждаются мне очень приятно что ты несмотря на свой довольно юный возраст и уже такой благотворитель со стажем то есть ты насколько я знаю ездишь к онкобольным детишкам да общаешься с ними даришь им свое тепло свое внимание свою музыку творчества вот расскажи пожалуйста ведь многие взрослые на самом деле не могут найти в себе силы чтобы справиться совладать с эмоциями до после встречи с такими людьми вот как у тебя были вот первые твои ощущения впечатления после того что ты увидел да и как дальше находить в себе силы на таком же позитиве возвращаться к ним на самом деле первое время особенно с детьми болеющие онкологии было трудно вот после первого раза когда первый раз на побывал и увидел это все настолько это все тяжело и грустно честно говоря я пришел домой просто никакой лег и все или не встал больше это очень тяжело переносить потому что потому что страшно это ну при этом нужно опять же не отчаиваться и всегда полагаться только на хорошие эмоции а помимо того что ты общаешься с детишками я еще узнала такую историю что ты катаешься на электрокаре и успеваешь то есть у нас еще и тимуровец успеваешь еще подносить тяжелые сумки у бабушек это был один раз всего один раз было вот видишь как любят эту историю ставит тебе в пример нет это это было просто больше я не увидел бабушек которые нуждались помощи а если я подъезжал и предлагала говорила и ведь ходи поэтому это был один раз на самом деле бабушка выходила с автобуса и я смотрю у нее пакеты баулы палочка каким-то образом умудряется еще на палочка а там в гору нужно идти вот мы это живем да на довольно горном участке холмистом вот и мне стало жалко я подъехал предложил сначала мы яд мы говорю я довез ее пакеты до ее дома потому что там бы вряд ли поместились с пакетами а потом уже ее привез ну а как ты думаешь вот на простейшие даже такие поступки помочь незнакомому человеку готовы люди абсолютно все потому что в нас это заложено сострадание или все же на это способны только люди с большим сердцем ну я бы не сказал что на это способны люди с большим сердцем только но на это способны не все потому что многие бы просто прошли сказали бы это не мои проблемы на в принципе может и сама дайте вот меня своих проблем хватает но я так не считаю а ты из тех кто кто на завод я я да и так было всегда ну можно сказать да или тебя изменила какая-то встреча ну не сказать что встреча я как-то как-то благодаря опять же родителям если бы их не было то то и не менее бы не было вот а так я частенько сам стараюсь замечать где вот что они правильно делаю в жизни в данной ситуации а вдруг это неправильно подумал надо убирать эти мысли а вот тут к примеру посмотрел не так и тогда вот вот в подобном варианте поэтому я думаю изменила изменила мое отношение к этому мои взгляды на жизнь ну а вот в одном из интервью я читала почему-то было интервью твоей мамы и я читала о том что встреча с паралимпийцами в сочи также очень сильно тебя вдохновила и изменила то есть жизнь как-то разделилась на до и после вот поистине пожалуйста скорее всего кстати да но рассказали все потому что смотреть на этих людей безграничной просто силой воли когда меня поразило вообще то что слепые полуслепые лыжники бешеный склон вниз и они получается спереди идет их наводчик едет на лыжах и сзади они там бешеный склон просто под 120 километров в час скорость на лыжах и они полуслепые это меня поразило глубины души на вообще все их истории это что-то нереальное просто невозможное поэтому скорее всего это на меня тоже повлияло очень серьезно но пока не было какого-то вдохновения написать песню вот для таких людей нет я не думала потому что я знаю что ты ведь еще и композитор помимо того что ты певец расскажи об этих успехов об этих успехах ну что буквально три месяца назад я дописал второе произведение свое назвал его размышление но это не песня это мелодия вот песня пока я пробовал писать и сейчас и сейчас пишу собственно но пока это все в стадии разработки потому что с рифмой я не дружу сейчас буду развивать это вот мышление поэтическое то есть пока музыкальный дай у тебя больше за музыкально до сочинения рифмы придумать сложно вот вот не знаю нет вообще рифму в принципе придумать несложно но придумать какой-то более художество более художественное и чтобы смысл был хоть какой-то в этих строчках хорошо как рождается твоя мелодия мелодия ну честно сказать как будто бы мне и и кто-то вот кто-то сверху вот и и рассказывает напевает и я путем подбора делаю но потом конечно же она редактируется еще 30 33 раза и смотрю где убрать что убрать как переделать может быть здесь добавить вот сразу не пишу вот не могу сразу писать то есть надо переварить надо с ней пожить дожить где-то ну конечно это еще зависит от опыта потому что если у меня будет опыт знания гармонии знание в принципе всех этих музыкальных правил мне будет намного легче писать потому что я часто сталкиваюсь с тем что я как бы думаю вот вот а песня вот а мелодию как она должна быть а сыграть сделать я не могу потому что не хватает знаний но это все в разработке это все в разработке конечно я собираюсь выступать на господи на вокальный и на композиторский и буду учиться то есть ты не отходишь от своей мечты стать знаменитым композитором музыкантом музыкантом да а это уже все составляющие у нас как-то у девочек у всех повелось что мы уже я не знаю в юном возрасте мы себе представляем там мечтаем о том что у нас будет семья о том что у нас будут дети мы вот на куклах репетируем на кошках как говорят но вот скажи пожалуйста а ты когда-то в своих мечтах вот ты представляешь какая у тебя будет семья что нам зубову я конечно представляю но это это очень трудно на самом деле понять что а вдруг на самом деле вот это вот это не вдруг она самом деле что это будет и это вот как то как-то очень серьезно это все хорошо дань расскажи пожалуйста за что больше всего в жизни ты мог бы поблагодарить бога эти философским вопросом мы всегда завершаем нашу беседу за все нет но если заодно тогда наверное за то что я живу то что я вот здесь и сейчас нахожусь то что я родился наверно вот за то что занимаюсь музыкой да и не только музыкой вообще за то что за то что за все что я делаю в принципе это неважно творчество это это господи какие-то возможно ошибки за ошибки тоже всегда благодарю потому что это очень ценный опыт и это намного лучший опыт нежели какие-то счастливые моменты жизни потому что благодаря ошибкам какой-то анализ и выводы за все за свою жизнь благодарю я как-то отметила что многие люди которые за тебя болели которые просто наблюдали за тем как ты выступаешь и сегодня они отмечают то что твое творчество она честное и это чертой мне кажется сегодня обладает не каждый артист и мне хочется верить что сцена для тебя станет не способом выражения а все-таки наверное способом изложения изложения мысли вот какую мысль хотелось бы донести ты людей со сцены со сцены возможно свои карьеры в этой сочиняешь да скорее всего хотелось бы донести что что нужно жить и радоваться наслаждаться не искать везде какие-то какие-то по какой-то по какие-то подвохи вечные грустить вот всегда идти только вперед не сдаваясь падая отряхиваться не опять же продолжать свой путь ну в принципе вот просто наслаждаться тем что ты делаешь хорошее послание спасибо тебе огромное за эту беседу и спасибо за возможность узнать тебя поближе вам спасибо